Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN, канале, на котором каждый день есть что посмотреть по танкам. Если вы хотите быть в теме всего, что происходит в нашей игре, обязательно подписывайтесь на данный канал и жмите на колокольчик, выбирая все уведомления с каналов. Стараюсь специально для вас и в день публикую, ну, минимум по 2-3 видео, и поверьте мне, все они будут вам полезны, интересны, либо просто фановы. И разработчики сообщили по поводу того, что они решили изменить некоторые изменения, которые собирались внести в ребалансе в ближайшем обновлении. Такой себе получается ребаланс ребаланса. И в частности, анонсировали, что будут вноситься дополнительные изменения, а некоторые изменения вноситься не будут в 5 машин из ранее озвученного списка. Если вы хотите полностью посмотреть все изменения по ребалансу, которые планируются, посмотрите видео, которое я добавил в виде ссылочки в описании к данному видосу. Ну, а теперь переходим к 5 тачкам, которые будут менять дополнительно. Первый это AMX 50B. Помимо ранее озвученных изменений балансных, ребята-разработчики решили улучшить AMX 50B и сократить ему время перезарядки барабана на целых полсекунды. Не знаю, насколько сильно это поможет AMX 50B, но мне почему-то кажется, что по-другому данная машина играться конкретно с этим дополнительным изменением не будет точно. Следующая тачка Леопард 1. Вот здесь действительно интересно. У Леопарда решили не отбирать время перезарядки в 6,23 секунды, не увеличить его до 6,71. Ну, короче говоря, имбовое КД у него останется, как и было раньше. Также разработчики решили не играться со временем, точнее со скоростью от хода машины назад и вместо 25 км хода назад решили оставить ему 23 базовых, которые у него и были. Но плюс к тому, решили немножко нерфануть ему максимальную скорость вперед и срезать с него 2 км в час. Вроде бы как бы незаметно, но мне кажется, что Леопард 1 как раз и был интересен тем, что это была очень подвижная машина. Насколько она станет медлительной с учетом минусования данных 2 км в час, я, честно говоря, не осмелюсь предполагать, но мне кажется, что немножечко на тачке это все-таки отразится. Следующая тачка это Гриль 15. И данная ПТ-ха является любимым танком или любимой ПТ, называйте как хотите, лично у меня в ангаре. Обожаю играть на данной машине и здесь, ребята, разработчики решили особо сильно ничего не менять, решили отрезать у него тяговооруженность и вместо 20,1 снизили до 19,6. Также решили добавить масло и улучшенное масло данной машине, хотя я лично данные вещи в амуницию ставить однозначно не буду. Я ставлю Гриля в том виде, в котором он у меня был изначально. СТБ-1, вот здесь действительно интересно тоже. Время перезарядки М6-71 решили сначала сменить на 7,09, а потом решили поднять еще до 7,28. Короче говоря, КД поднимается практически на одну секунду. Скорость полета снаряда, тяговооруженность, максимальная скорость, все это остается в базовых значениях изменений, которые анонсировались. Но плюс к тому, стабилизация орудия при повороте башни меняется с 0,0,8 на 0,1. И здесь я сомневаюсь, что действительно на машине это будет ощутимо. А вот в отношении голдовых снарядов здесь немножечко беда. Бронепробитие по данным снарядам с 300 единиц уменьшается до 290, и 10 единиц пробития это действительно существенно. Ну и последняя машина, которую собирается дополнительно ребалансить, а точнее от некоторых балансных правок отказаться, это Минотавр. В Минотавра изначально хотели забрать среднего урона, целых 20 единиц, но сказали нет, мы этого делать не будем. Видать, послушали возмущение игроков и решили оставить 490 единиц за выстрел, но в то же время решили отказаться от идеи добавления в данную машину такого снаряжения, как ускоренная подача снарядов. Ну, я лично с этим согласен, потому что не хватало еще бронированному Минотавру добавить скорости задвига снарядов в орудие для того, чтобы разносить врагов еще быстрее. Вот такие вот дополнительные новости в отношении ребаланса и, кстати, в отношении того, когда будет ребаланс. Ребята, разработчики сказали, что ребаланс будет в обновлении, которое выйдет, скорее всего, в конце сентября, то бишь не в первых числах следующего месяца, как ожидали многие игроки. Ну что ж, ожидаем ребаланса, ожидаем балансных правок, ожидаем новых обновлений от разработчиков, ну и, соответственно, пока продолжаем играть на тех машинах, которые есть сейчас, в том их техническом состоянии, в котором они стоят в наших ангарах. А что будет в будущем, посмотрим. Обязательно будем тестить самые интересные и самые затронутые ребалансом машины в будущем, как только ребаланс произойдет. Пошел снимать следующее видео специально для вас, а вам искренне желаю мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok